Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем раскрывать вот эти все посылочки. Первая посылочка здесь это бренд Xlash, также у меня здесь Beauty Bay и последняя посылка это сайта Культ Бьюти. К сожалению, не все успело прийти, что я заказывала. Не успела прийти посылка от Style Korean с брендом Neogen и не успела прийти посылка от Charlotte Tilbury, официального сайта, которую я заказывала еще месяц назад. Месяц. Я чувствую, я скоро буду снимать об этом отдельное видео, потому что клиентский сервис меня практически игнорит и похоже я осталась и без денег и без косметики. В общем, если нужно снять об этом отдельное видео, то пишите внизу, потому что у меня уже накопилось очень-очень много информации и очень много негатива в сторону непосредственно клиентского сервиса Charlotte Tilbury. Он просто ужасен. Ну что ж, давайте скорее начинать все вскрывать. Здесь совсем немного средств, поэтому предлагаю начать с Beauty Bay, потом будет Культ Бьюти и потом уже будем распаковывать на Xlash. Кстати, это все куплено за мои деньги, ничего из этого не является пиаром или спонсированным контентом. Первое, что я взяла на Beauty Bay, это вот такой вот набор для автозагара. Я точно-точно такой же набор видела на Asos, но на Asos я в ближайшее время заказывать ничего не собиралась, поэтому взяла на Beauty Bay. Здесь три средства. Во-первых, здесь мочалочка, здесь аквамус для загара и что-то третье. Подпишу здесь обязательно, что, к сожалению, уже забыла. Я никогда не пользовалась автозагарами, поэтому взяла непосредственно этот бренд Center Pass, потому что слышала, что он достаточно хороший. К тому же миниатюрные версии, это всегда очень удобно, и я специально искала такой наборчик, где будет мочалка, потому что наносить это руками, насколько я понимаю, затея очень плохая, потому что все руки будут потом очень черные и некрасивые. Вот эту вещь я вообще очень долго ждала и возлагаю на нее большие надежды. Это маркер для бровей от бренда Anastasia Beverly Hills, который называется Brow Pen. Оттенок у меня Medium Brown. На тот момент, когда я заказывала, на данный маркер не было отзывов, поэтому для меня это полностью темная лошадка, и я даже потом не проверяла отзывы, чтобы для меня это стало сюрпризом. Я очень полюбила в последнее время маркеры для бровей. Если они работают хорошо, то эта вещь просто незаменимая. Для меня это великолепное средство, потому что только маркер на моих сложных бровях... Что ты делаешь? Что ты делаешь? Уйди отсюда, пожалуйста! Потому что только маркер на моих действительно сложных бровях рисует тонкие волоски. Поэтому для меня это средство очень даже незаменимое. Больше всего я люблю маркер от бренда Lime Crime, потому что он очень пигментированный, его хватает надолго, он всегда хорошо рисует, он не пересыхает, и он дает пигментированные четкие линии. Также мне нравится карандаш Brow Blade от Urban Decay. Там с одной стороны карандаш, с другой стороны маркер. Маркер там мне нравится уже меньше, потому что он полупрозрачный, и непосредственно одним маркером вы брови, скорее всего, не оформите. На маркер Анастасии Байверли-Хиллс, как я уже сказала, я возлагаю большие надежды. И мне очень хочется, чтобы он был именно пигментированным, но при этом делал тонкие линии. Кстати, именно это он и делает, о боже, какой он классный! Он делает настолько тонкие линии, такие прямо тоненькие-тоненькие, господи, о боже. Мне кажется, я сейчас ловлю нереальный кайф от этой покупки. Стоило ждать этот маркер, потому что то, что я вижу сейчас на свотче, это полная любовь. Здесь настолько тонкие, красивые, четкие линии. Они пигментированные, и пока что это выглядит так, как будто бы это будет мой новый фаворит. Нужно это срочно тестировать. Очень четко, очень пигментированно. И судя по тому, что я вижу на свотче, этим определенно можно сделать себе бровь полностью с нуля. Это не что-то полупрозрачное, что не будет видно. Это как раз-таки то, что нужно. Просто у меня уже любовь к этому маркеру. Извините меня, если долго про него рассказываю, но я очень-очень довольна. Также я приобрела два средства от бренда Nabla. Во-первых, это вот такой вот консилер, Close Up Concealer. И оттенок у меня Ivory. Этот консилер, насколько я знаю, плотный. И я специально именно такой и брала, потому что у меня заканчивается консилер Maybelline Infoible. И также у меня заканчивается консилер от Joyer. И так как я перекрываю свои воспаления обычно именно чем-то подобным, то я решила попробовать консилер от Nabla. Здесь в тюбике он очень похож, конечно же, на тарт. У него похожие оформления и крышечка. И, конечно же, большой-большой спонжик тоже явно косит под тарт. И мне кажется, я немного прогадала с оттенком, потому что он очень уж светлый. Но, быть может, все-таки мы с ним как-то подружимся. Вот так вот. Выбираешь, как всегда, оттенки в интернете, думаешь тебе, и идеально подойдет, а приходит вот что-то в этом роде. И еще одно средство от бренда Nabla. Это вот такой вот карандаш Brow Divine. И он у меня в оттенке, по-моему, Neptune. Сейчас я его вскрою и скажу вам точно. Да, это оттенок Neptune. Вот так выглядит карандаш. С одной стороны у него грифель, с другой стороны щеточка. Это всегда большой-большой плюс для любого карандаша. Вообще я перестала воспринимать карандаши, где нету щеточки, потому что это неудобно. И оттенок я подбирала более коричнево-холодный. И здесь он как раз такой и есть. Коричневый, холодный, не темный и не светлый. Единственное, что пока что мне кажется, то, что формула суховата. Вот я докасаюсь до кожи, и как будто бы карандаш ее чуть-чуть царапает. Возможно, это будет неудобно, и возможно, это будет вызывать большие проблемы при прорисовке бровей. Потому что, как я говорила, брови у меня сложные, потому что у меня там было и перещип... Потому что они и перещипанные. Когда была мода на брови-ниточки, потом там было несколько татуажей. Соответственно, кожа там очень плохая, рыхлая. И рисовать там что-то красивое действительно сложно. И последнее, что я взяла на сайте Beauty Bay, это вот такую двушку от бренда LA Girl. Она называется Contour Powder. Здесь хайлайтер, и здесь скульптор. Подсмотрела я эту двушку у Lensky Beauty. Она уже очень похвалила местный скульптор, и мне захотелось его попробовать. Потому что в бюджетном сегменте не так много действительно классных непосредственно скульпторов. Чтобы они были и не теплые, и не холодные. Чтобы они хорошо тушевались и давали красивую тень. Потому что самый лучший скульптор, на мой взгляд, Slash Bronzer, это бронзер в двушке от Charlotte Tilbury. Если здесь будет что-то похожее, то это будет находка века. Давайте с вами, конечно же, просвочим. Текстура, кстати, очень мягкая, шелковистая и приятная. И посвочим. Но на свочи все-таки здесь, конечно, цвет тепловат, откровенно говоря. Но он достаточно мягко и хорошо тушуется. А вот хайлайтер, который должен быть хайлайтер, выглядит почему-то как просто пудра. И здесь нету даже ни одной маленькой блесточки. Здесь нет абсолютно никакого сияния. В общем, хайлайтер здесь не хайлайтерный, от слова совсем. Но контур пока что выглядит очень даже многообещающе. Дальше давайте вскрывать посылку от Коль Бьюти. Здесь будет Charlotte Tilbury. И все, больше я ничего не помню, что там находится. Хотя на самом деле здесь должно быть 4 или 5 средств. Итак, раз уж я уже сказала, что тут есть Charlotte Tilbury, давайте с нее и начнем. Здесь три средства от этого бренда. Первая это тушь, которая называется Pillow Talk Push Up Lashes в черном оттенке. Я взяла миниатюру, потому что, честно говоря, я сомневаюсь в том, что она будет хорошей. Если вы смотрели рекламную кампанию, то вы видели то, что ресницы получаются большие, толстые, жирные, драматичные. И выглядит так, как будто бы у девушки на глазах такие жирные черные паучьи лапы. Вполне возможно то, что эта тушь просто склеит все ресницы и сделает такой эффект, что ходить вам так куда-либо не захочется от слова совсем. Быть может, эта тушь будет хороша для ярких макияжей, где нужны очень активные ресницы. Но опять-таки я побаиваюсь, что данная тушь сделает просто жирные паучьи лапы. И смотреться это будет плохо просто-напросто с любым макияжем. Поэтому я взяла миниатюрку, чтобы, если что, я не страдала большим-большим горем от потери ни маленькой суммы денег. Кстати, упаковка, как всегда, у Шарлотты просто ужасная. Сверху находится ее любимое якобы розовое золото. Вот эта вот металлическая крышечка очень сильно царапается. Точно-точно такая же крышечка есть у консилера. Я просто ненавижу эту крышку. Она царапается обо все, что только можно. И внизу вот такой вот футбляр, он матовый. Давайте посмотрим на саму тушь. Здесь щеточка вполне обычная. Она, знаете, она немного странная тем, что с одной стороны у нее как будто бы нет щетинок, а с другой стороны щетинки немного приплюснутые, и они разные по размеру. Сначала идут маленькие щетиночки, потом большие-большие-большие, и потом снова маленькие. В общем, необычная щетка, и я думаю, нам нужно эту тушь вместе с вами протестировать. Если вы за, то пишите внизу. Следующее средство от Шарлотты Тилбри это однушечка Volkov No Shame. С официального сайта я заказала такую же однушку, только Pillow Talk, и также я заказала блеск, но, как я уже сказала, тут большие проблемы с доставкой этого заказа, потому что он уже в месяц находится на территории Великобритании и не собирается, видимо, отправляться ко мне. Поэтому я заказала здесь однушку, вот эту Volkov No Shame, и не стала перезаказывать однушку Pillow Talk и блеск, потому что мало ли что, вдруг мне еще вернут деньги, или посыл каким-то магическим образом все-таки ко мне доедет. Давайте посмотрим на Volkov No Shame. Насколько я понимаю, это самый популярный оттенок из этих двух. Почему-то я думала, что будет самым популярным непосредственно Pillow Talk, но нет, Volkov No Shame среди вот этих однушечек оказался самый-самый востребованный. Очень, кстати, симпатичное на этот раз оформление, очень красивая крышечка, которая сделана как будто под кристалл. Вот это оформление мне действительно нравится. Конечно же, это все не стекло, здесь очень легкая упаковка, ты чувствуешь то, что чего-то не хватает. Вот именно веса не хватает, который бы давал тебе понять то, что ты держишь в руках люкс. Здесь же цена люксовая, выглядит упаковка как люкс, но полного ощущения люкса все-таки не хватает. Есть, конечно же, внутри защитная крышечка, что очень хорошо. И давайте теперь их посвочим. Ну, как-то так выглядит оттенок. На самом деле я ожидала большего, гораздо большего. Этот оттенок, он, во-первых, полупрозрачный, во-вторых, он сделан такой на рыжеватой немного базе, и здесь находятся симпатичные светлые блесточки. С одной стороны, это красиво, это можно превратить в нюдовый, симпатичный, красивый макияж, но с другой стороны, эффекта вау и такого перелива, как это снято у Шарлотты в ее видео, конечно же, не будет. Потому что у Шарлотты, конечно же, там стоит правильно свет, который будет падать под нужным углом, и тогда это будет все со студийным светом, с правильно поставленной камерой, все будет красиво переливаться. Но в реальной жизни вы такого эффекта, скорее всего, не получите. Я уже слышала некоторые отзывы на эти тени, пока они ко мне ехали, и для многих людей почему-то они являются разочарованием. В общем, я думаю, что это обязательно нужно попробовать, это будет обязательно смотреться на глазах, как что-то оранжево-рыже-ржавое, и, скорее всего, они тоже меня разочаруют. И последнее, что я взяла от Шарлотты Тилбери, это палетку-четверку ее теней, которая называется Mesmerizing Maroon. Я очень долго думала брать вот эту красно-розовую палетку, или же взять Волку в No Shame, которая является скорее красно-оранжевой, но, честно говоря, Волку в No Shame, она хоть и является новинкой, и как блогеру нужно было бы мне взять именно ее, но она по цветам настолько мимо меня. Вот я смотрю на нее, и мне становится скучно, в то время как вот эта красно-розовая палетка все же во мне возбуждала какой-то интерес. Также я еще думала взять Pillow Talk Palette of Pops, но почитала на нее отзывы, они были в основном отрицательные, потому что пигментации там явно очень не хватало, и та палетка не являлась самодостаточной от слова совсем, и я все же решила положить свой глаз именно на эту палетку. Она, конечно, по цветам спорная, вполне возможно, что она может вызвать, например, покраснение глаз неожиданное, но я решила рискнуть. Вот так выглядит палетка, на самом деле цвета здесь, конечно же, отличаются от того, что мы увидим непосредственно в Инстаграме и в отзывах, а здесь на самом деле красивая подборка теней, вот этот единственный матовый оттенок, он выглядит в жизни непосредственно как фиолетовый, в то время как на сайте и на многих отзывах он смотрится более красным. Вот этот оттенок явно красный, и вот этот, это какой-то плод непорочного зачатия вот этих двух первых сатинов. В общем, интересная палетка, может быть, с ней что-то выйдет хорошее, а может быть и нет. Давайте ее просвочим. Вы знаете, посвочим у меня сложилось очень странное впечатление, вот они сейчас у меня на руке. Все эти шиммеры абсолютно разные по формуле, просто все. Самый кремовый, самый интересный, самый лучше наносящийся шиммер, это первый светлый шиммер. Он наносится как маслица, он легко передается на пальцы, и легко передается обратно на сводч. Красный шиммер второй, он наоборот был более сухим, и мне пришлось несколько раз поводить здесь пальцем, чтобы получить хоть какую-то пигментацию. Но при этом, при наслаивании этого красного оттенка, терялась шиммерность, терялся немного такой влажный блеск, и оттенок просто затирался непосредственно на сводче, становился более матовым. И третий шиммер, это шиммер уже больше похожий на оттенок поп, на более блестящий шиммер, где основная фишка это блестки, которые будут придавать макияжу сияние и эффект влажного века. Этот оттенок передавался соу-соу, средний, и неплохо, и нехорошо. И скорее всего, это именно больше будет похоже на текстуру, именно блесточек, которые Шарлотта постоянно стоила в своей палетке. И последний фиолетовый матовый оттенок, он наносился хорошо, но у меня есть очень большое подозрение, что данный оттенок может ставить пятна, и будет выглядеть он не очень хорошо. Может быть, я наговариваю, этот оттенок матовый будет великолепно тушеваться и не ставить никаких пятен, но пока что первым впечатлением такое очень даже возможно. Иными словами, палетка безумно красивая, но можно с ней очень сильно влипнуть, и потом либо любить ее всей душой, либо ненавидеть. И последнее, что я взяла на сайте Культбьюти, это вот такое средство от бренда Рен. Это должна быть вещь для лечения воспалений. Ее я подсмотрела у Оли Ред Отум. Она показывала это средство, которое нужно наносить, по идее, точечным на воспаление, и оно будет их подлечивать. Я взяла себе вот такую штуку, потому что, во-первых, у меня кожа проблемная, а во-вторых, у меня недавно закончился клинзит С, который раньше я использовала исключительно в этих целях, и решила попробовать что-то новенькое, посмотреть, что из этого выйдет. Так что посмотрим, если кто-то пробовал, обязательно отпишитесь, потому что бренд Рен, это действительно классный работающий бренд, у меня есть одно средство от этого бренда, и я пока что в полном восторге, и больше того, я уже в корзину положила себе еще несколько средств этого бренда, и у меня есть большие надежды на эту штуку. Ну и давайте с вами, конечно же, вскроем последнюю посылочку, посылочку от бренда X-Lash. Здесь я заказала сыворотку для роста бровей. Вообще, честно говоря, я не очень верю во все эти сыворотки для роста бровей и ресниц, но у меня брови настолько безнадежные, что начинаешь верить порой просто в чудо, что, быть может, когда-нибудь ты найдешь то самое единственное средство, которое будет на тебе работать, и которое вернет тебе твои мохнатки, избавит тебя от этих дурацких бровей, ниточек, которые ни черта просто не растут. Не работает просто ничего, просто вообще ничего, вообще ничего из-за того, что я пробовала, никакие касторовые, репейные масла, смеси других масел, ничего не работает, брови ни от чего не растут, и если ты их не выщипываешь, то они тоже не растут. В общем, там тяжелый случай, но я повелась, откровенно говоря, на рекламу All Red Autumn, а это была именно реклама. Она недавно в своем видео показывала эту сыворотку X-Brow, и вы можете посмотреть, например, у нее в инфобоксе, она всегда пишет, что является рекламой, что является пиар-рассылкой, и там было четко написано, что все то, что она произнесла по поводу этой сыворотки, являлось, в общем-то, спонсированным контентом. Но я решила проверить, я зашла, почитала отзывы на Озоне, на Wildberries, кто-то писал то, что действительно помогает, кто-то писал, что не помогает, и я решила проверить это дело на себе. Стоит это дело до черта. Стоила данная сыворотка мне 2392 рубля вместе со скидкой. Изначальная цена у нее 2 990 рублей. Это безумно дорого, и я надеюсь, что это сработает. Кстати, если вам интересно, то пишите внизу в комментарии под видео, и я расскажу в будущем, помогло или не помогло. Нужно отдать должное этой сыворотке за 3000 рублей. Они, конечно, сделали достаточно симпатичную упаковку. Здесь везде плотный картон. Открывается она при помощи вот такой вот штучки язычка. И внутри находится вот такой вот гробик непосредственно с сывороткой для бровей. Внутри, видимо, находится также вот такой вот сверсток с инструкцией. И сама сыворотка выглядит вот так. Такая вот она маленькая зараза, которая стоит аж целых 3000 рублей. Мне кажется, я до конца жизни этой сыворотки буду ей припоминать ее цену, потому что это, конечно, какое-то издевательство просто над людьми, а не цена. Очень мне, кстати, нравится ее такое фиолетовое оформление. Очень красиво, смотрится стильно. И больше всего мне, пожалуй, нравится именно на свету, потому что настолько кажется действительно классно и интересно. Но главное, чтобы работало то, что находится внутри, а не то, чтобы здесь была красивая упаковка. И внутри здесь находится вот такой вот жулька, жопка, которой нужно наносить на средства на сами брови. В общем, пока что непонятно, что из этого выйдет, но надеюсь, что что-то да выйдет. Ну что ж, а на этом наша распаковка закончена. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всех целую, обнимаю. Всем пока-пока!